Нашим телезрителям хорошо знакома деятельность Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», о котором мы не раз рассказывали в наших сюжетах. На днях в реабилитационном центре фонда побывал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Оценка работы фонда, данная владыкой, и новый проект «Страна без наркотиков» в специальном репортаже Светланы Ладиной. На каждую беду находятся люди, которые эту беду стараются как-то ее снивелировать, отвести ее, позаботиться о людях. И вот это радует больше всего, что в нашем народе еще живо чувство ответственности и отзывчивости на людские беды, на какие-то проблемы, что люди приходят абсолютно не за деньги, не ради телекамер, а ради живых изо дня в день здесь помогают. Митрополит Кирилл делится впечатлениями от посещения реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков». Владыка познакомился с сотрудниками и реабилитантами, а также побывал в храме воина преподобного Ильи Муромского. Незадолго до своего отъезда с уральской земли к месту нового служения чин малого освящения этого храма совершил митрополит Викентий. Деревянная церковь построена силами реабилитантов и их родителей. Ребята под крышу завели за полтора месяца все. Я на самом деле был настолько шокирован. И это удивление можно понять. Среди тех, кто строил храм, почти не было специалистов. И многие, по меткому выражению сотрудников фонда, за всю жизнь ничего тяжелее шприца в руках не держали. Но оказалось, что если вовремя помочь человеку освободиться от наркотического дурмана, в нем могут раскрыться неведомые ему самому таланты и способности. Собственно говоря, за этим люди и стремятся в фонд. Вырваться из плена, в котором держат наркотики, начать новую жизнь и остаться в этой жизни. Я сам сюда приехал, потому что я понял, что в дальнейшем моя жизнь так не получится жить. А я хочу жить просто. Я очень молод достаточно и хочу просто жить. Новая жизнь начинается с карантина. Четыре недели в закрытом помещении. Утром и вечером каша, днем хлеб с луком. Организм должен очиститься и восстановить защитные силы. Чтение книг, просмотр документальных фильмов в качестве пищи для заторможенного наркотиками ума. И, конечно, духовная помощь. Ее многие впервые получают именно здесь. У нас, в принципе, вечерняя молитва, утренняя молитва. Плюс к нам постоянно приходят из церкви. Я просто не разбираюсь в этом. Из церкви приходит поп. Мы с ним ведем беседы. Ну, такое интересное достаточно. Он ничего не проповедует, не заставляет нас. Можно молчать вообще, в принципе, со сторонки читать книжку, когда он приходит. Он не заставляет нас собраться в кружок вокруг него и сидеть там его слушать. Такого нет, в принципе. Ну, а так, конечно, задумываешься. На 12-й день задумываешься. На 12-й день, потому что именно столько Андрей находится на карантине. Если все пойдет хорошо, еще через две недели реабилитация продолжится для него уже в более свободном режиме. Труд, спорт, общение. В целом, курс реабилитации длится год. Но стоит заметить, что 12 лет назад, когда фонд «Город без наркотиков» начинал свою работу, в планах была только борьба с наркоторговлей. Заняться реабилитацией буквально заставили родные и близкие наркоманов, осаждавшие фонд, мольбами о помощи. В результате пришлось работать в обоих направлениях. Сегодня опыт своей деятельности в рамках проекта «Страна без наркотиков» фондовцы готовы распространить на всю Россию. Задача проекта очень простая. Есть телефон 8-953-00-953. Мы предлагаем жителям страны сообщать на этот телефон о места продажи наркотиков. Места продажи, наркопритоны, номера телефонов, номера машин, торговцев наркотиками. К нам уже подключилось 79 городов. Что это значит? Это значит, в этих 79 городах есть либо активные группы, либо общественные организации, либо просто один человек, который сказал, что я беру на себя ответственность, я буду здесь бороться против наркотиков, я буду координатором. Борьба, заметим, ведется не партизанскими методами, но в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Поделиться опытом с добровольцами из других городов фондовцы могут и дистанционно, но кто-то предпочитает приехать в Екатеринбург и увидеть все своими глазами. Александр Аркадьев из Чебоксар. Живет в фонде уже несколько дней, знакомится с работой реабилитационного центра, участвует в операциях по задержанию наркоторговцев. Хочет организовать сопротивление распространению наркотиков в родных Чебоксарах. На вопрос, зачем ему все это надо, отвечает. Если не ты, то кто? Кто-нибудь другой, как правило, отвечает. Я хочу быть в числе тех, кто отвечает на вопрос, если не ты, то кто? Это я. Ну вот мы хотим так. Это нормально. И это действительно нормально. Посильно участвовать в борьбе с наркотической угрозой, нависшей над нашей страной. Страной, у которой теперь есть шанс стать страной без наркотиков.